Всем большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал и смотрите это видео. Сегодня у меня есть... Ай, где же они? Ох, вот эти. Четыре небольшие посылочки скидаю, которые я и хочу сейчас с вами распаковать вместе и посмотреть, что мне пришло. Ну, конечно, я так что-то примерно помню. Здесь кошелек. А, что-то не... А, здесь резинки. А, здесь, короче, сейчас будем распаковывать, а то сразу вам все расскажу, потом вам будет неинтересно. Так, вот у меня сегодня ножницы мои маникюрные только нашлись. То есть, остальные ножницы я найти не смогла, точнее, не очень-то искала, и мы надо скорее снимать видео. Кошелек такой. Я уже видела кошельки такие из Китая. Надеюсь, что это то же самое, что я и видела. Хотелось бы очень сильно, чтобы это было то же самое, потому что так надо. Так. Как он открывается, эта упаковочка? Эта упаковочка открывается. Опять, ножницы что ли брать? Короче, ножницами. Они режутся и тогда открываются. Так, как заклеено маленьким скотчем. Он вот так вот упакован кошелечек. Смотрите, как клево. И вот так вот. Немножко я видела другой по цвету, честно говоря. Я буду сразу нанюхать, попробовать. Ну да. Честно говоря, он был немного получше, чем этот. Наверное, такая-то китайская подделка. Немного был другой цвет. Здесь такой коричневый. Там был такой немного красно-коричневый цвет. И вот эта вот часть, здесь она уж очень тканевая и красная. Там она немного была, цвет не такой ярко-красный, не такой, тут он какой-то же такой, не знаю, бордовый какой-то. Он был, цвет немножко приглушеннее. У меня ногти клевые. Знаем. И вот это вот более напоминало натуральную кожу. Ну, типа сделано было так. Подделано тоже, конечно, но, типа, более натуральную кожу напоминало. Ну, вот здесь вот, я думаю, все точно так же. Хотя, может, и получше было. Вот здесь вообще как-то странно. На сгибе уже как будто какие-то трещинки или что такое. Да. Просто тут, им просто тут вот этого кусочка не хватило. Они пришли один маленький такой. Вот, в общем, такой кошелечек. Ну, так-то ничего тоже, в принципе, стоил он-то вообще недорого. Наверное, примерно около трех долларов. Посмотрите по ссылке, я оставлю. Примерно такой вот я и видела. Нормальный, да, такой кошелек. Можно его использовать, мне кажется. Замечательно просто. И с такой стоимостью. Здесь я опять заказывала резиночки для волос. Черные я только хотела черные получить. Цвет на меня почти все закончились. Ничего черные ты, Люба, не получишь. Разноцветные резиночки мне прислали. Но в том числе одну черную. Ой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, мне показалось, что одиннадцать. Нет, все верно. Не ошибся продавец. Десять штук прислал. Вот. Я их продаю по десять рублей. Они покупают их. Ну, так-то они стоят пять. В общем, ерунда. Ладно. Дезиночки пришли. Я очень рада. Хорошенькие. Они я сама такой пользуюсь. Тоже использую эту штучку. Вот. А здесь у меня девочка заказывала палочку для селфи. Не знаю, я себе еще не заказывала палочку для селфи. Мне кажется просто, что как бы она особо не нужна. А куда ее с собой носить? Просто так, чтобы самую фотографироваться или видео снимать. Мне не так удобно, в принципе, это все делать. Но какие-то такие мероприятия или большие компании, когда нужна такая селфи-палка, я, значит, как-то не особо, не выбираюсь почти. Вот. Оказывается, она состоит из двух таких штук. А я и не знала. Так. Ага. Вот отсюда прикручивается. А, ну понятно, они просто разобрали, чтобы в дороге вот эта штучка не сломалась. Она пластмассовая. А, и здесь еще что-то есть. Ух ты, ух ты. Так. А, нет, это вот. Нет, подождите. Не могу понять. Здесь еще есть вот такая вот регулировка. Это вот, наверное, раскручивается. Да, и можем так регулировать. О, круто. А как она? Это что ли все, что есть? Я думала, она будет длиннее, честно говоря. А, это куда? Туда вставляться. И палок. Ну, как-то вообще странно. Почему кнопка-то здесь находится, а не вот на конце хотя бы? Это получается, а вот так все равно себя фотографировать? У тебя, получается, с плюсом есть сантиметров 10. И для этого нужна селфи-палка. Не поняла я этих палок, честно говоря. Этой конкретной, этой я не поняла. А, это вообще написано, но она будет. Я что-то вообще... Я... Ну да, это типа такая палка, которую носить вот так с собой камеру. Чтобы вот так в руке держать, идти там спокойно, траля-ля. Три рубля. Ну да, в принципе, ничего. Интересная вещь. Я думала, это селфи-палка. Не селфи-палка. Это нечто иное. Из другой области. Ладно. Нам еще, видимо, до этой области очень далеко. Мы не всегда понимаем, что там такое происходит. Здесь опять написано футболка. Да, вот здесь та футболка, которую я хотела найти в прошлый раз. Так. Не знаю, будет ли она с лошадью, по-моему, или что-то такое. Красивая такая, ну, белая и разноцветный рисунок. Сейчас посмотрим. Ну, каляка-маляка, кто-то рисовал, дизайн разрабатывал. Немножко поширшу, простите. Ой. Ну, конечно, она такая синтетическая. Больше на синтетику похоже. Она коротенькая, что я вам сразу могу сказать. И достаточно широкая. Какой размер я заказывала, я не помню. Тут вообще размеров никаких не написано. Ничего не написано на ней. И край, который вот здесь подшит, тоже такой необработанный. Непонятно, что этим хотели показать. Что они так к нам относятся не очень хорошо. Типа обработки-то их мы не особо-то там заслуживаем. Ладно, хоть края все подшиты нормально. Да, все хорошо подшиты. Она такая так-то мягонькая. Но чувствуется, что синтетическая. Только что вот такой рисунок. Там, честно говоря, на фотографиях было как будто... Было видно, что как будто футболочка... Вот здесь почему-то она действительно широкая, но короткая. А там она была как будто удлиненная на фотографиях. Показано, и не знаю. Немного не так, короче, смотрится, как на рисунке. Но ничего, нормальная такая футболочка. Немножко низ кривоватый. Вот. Кривой. Не то, что кривоватый. А вот видите, тут с этой стороны вот так вот. С этой более-менее ровно. А с этой вот так вот. Надеюсь, вам все видно. Вот такая футболочка сегодня пришла. Но лошадка, конечно, яркая. Вот. Еще раз. Вот. И вот-вот-вот. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Пока-пока. До новых встреч. Ваша любовь.